всем привет с вами Вета сегодня я хочу вам рассказать об удачных и никаких покупках осенних скажу наверное сразу что слишком уж неудачных покупок у меня нет просто я в некоторых продуктах разочаровалась или ожидала гораздо большего поэтому об этом я сегодня и хочу с вами поговорить знаете наверное то что меня порадовало даже больше чем я ожидала это пигменты у тинго понятное дело их уже пробовали перепробовали я же попробовала только этой осенью меня оттенок 113 и 112 очень красивые пигменты которые действительно просто незабываемо смотрятся на ваших глазах и до их нужно иметь своей косметички возможно девочки все-таки нужно подождать скидочек ну очень уж и недорогие вот это мне оттенок был какой 112 вот так он выглядит а сейчас покажу вам 113 113 он идет более такой синенький как всегда я мягко говоря не очень ровненько нанесла ну да ладно все равно оттенок разглядеть вы можете очень они меня порадовали девчонки я прям советую что хотя бы один пигментик у вас должен быть один год это красиво но смотрите обзоры потому что некоторые там не все оттенки хороши палетка которую я вообще не поняла зачем такое издавать это палеточка от клэмпи которая стоит по скейткам 100 гривен я считаю что это очень дорого я даже тенями их не назову они скатываются сама по себе задумка неплохая оттенки пытаются эту охромить они очень маслянистые но формула не доработана ну не можем это такое сейчас набрать 100 гривен это дорого я не знаю даже куда его использовать девочки возможно как хайлайтер знаете или на другие места которые вы любите но точно не на глаза не знаю возможно как хайлайтер ну точно девочки точно не тени продукт который меня очень тоже расстроил это dior вот оттенок это дарим палетка я считал девочки когда она ко мне пришла я ее боялась взять в руки насколько красивая это так красиво смотрится это так люксово прям какое-то вот удовольствие получаешь когда берешь ее в руки но потом я сделала сводчи я еще держалась в руках когда я нанесла это на глаза это не то ни разных текстур ничего такого но я не знаю для меня эта палетка разочарование вот эта палетка одного какого-то макияжа тушевать эти тени вы не сможете вот это вот этим спонжиком который прилагается вы и должны наносить тени то есть ты их себе намиловать тем спонжиком и досвидос все никакой тушевки никакого насладения эти тени не приемлят то есть девочки никакого креатива плюс это все темным темном оттенки очень близки папа то нам ничего не различается не в общем девочки не хочу больше говорить об этой палетке и я бы вообще с удовольствием от нее избавилась вот дальше это то что мне понравилось это палетка от визи арт тоже недавно моя покупка я долго очень думала покупать не покупать потому что честно вот если говорить очень много палеток которые похожи очень похожи на визи арт но я рада что я попробовала качество потому что тени они неплохие возможно цена все-таки на них завышена например мне очень нравится матовые джабри star у туфейст в некоторых палетках почему так визи арт дорого берет я не знаю но тени неплохие вот если у вас есть urban decay ультравайлит или эволайн скорее всего именно эта палетка вам не нужна потому что тени очень похожи я делала обзор очень они похожи но вы можете взять какую-то другую палетку сейчас кстати там новый запуск и я думаю вы сможете себе что-то подобрать но опять же есть у вас ультравайлит или эволайн новая их палетка этого мне нужно немножечко тончик-подтончик отличается но на глазах это не видно у вас будет один и тот же макияж матовые мне понравились очень меня порадовали палетки от рудковского я же храстилась и божилась что вот но не буду покупать потому что мне не понравился тональный от манга трудковского он очень красиво смотрится на коже девочки я почти что визжала когда нанесла его впервые это очень красиво но не прошло и наверное и часа когда это все очень блестела и смотрелась довольно таки убогенько но я обожаю этот тональник добавлять какие-то тональники то есть какое-то вот что-то поплотнее когда консистенция он это разбавляет и добавляет какой-то дороговизны даже не побоюсь этого слова смотрится тогда это очень красиво для жирной кожи я не советую вообще присматриваться даже к этому средству что касается палеток я очень рада что я не сдержала своего слова и хоть тональный мне не очень зашел я не буду повторять эту покупку вот но тени мне очень понравились немножко есть здесь какие-то вот недочеты я думаю это все будет только улучшаться если говорить в целом палетки очень крутые они выше среднего они не уступают другим дорогим палеткам и они меня очень порадовали мне нравится и одна и вторая девочки я не буду даже говорить какой покупать по качеству они приблизительно одинаковые только скажу что в этой блесточек меньше вот тоже разные текстуры разное цветовое наполнение вот а в нуир блесточек больше вот кто блестки не любит а дальше смотрите девочки по цветовому наполнению потому что палетки грандиозные они красивые они доступны в украине сразу предупреждаю я брала не на официальном сайте а брала на амуршоп там бывают скидки я покупала за 1300 с копейками а на официальном сайте эти порядке стоит 1600 вот плюс пересылка 50 гривен на амуршоп платные пересылки там до какой-то конкретной суммы ну если берете порядка за 1300 у меня бесплатная была очень быстро пришло классно упаковано заказы я делала наверное на этом сайте наверное раза два или три то есть очень мало еще но вроде бы пока что все круто прям круто приходит советую палетки от трудковского они классные вот следующая палетка от джуиас плейс тоже попробовала этой осенью уже давно она прогремела на ютубе палетки от джуиас уже все даже перегорели а я вот только начала болеть на тупо доходящим а в общем класс палетка супер вот это тоже вам советую если есть у вас возможность там кстати грандиозные скидки бывает но учтите что старые запуски там формула очень простенькие берите новые потому что там разные текстуры там есть даже триохром и вот что такое красиво но здесь тоже имеется блестки вот эти вот красивенькие очень они плотненькие что касается вот этих дешево сердито и некрасиво это упрощает макияж делать ее некрасивым но если не братьев вообще да не смотреть на них это все просто суперски работает довольно эта палетка я прям готова ее хвалить постоянно то что продукт хороший и деньги небольшие то что меня разочаровала меня разочаровала плитка русского если честно я и вообще не хотела брать потому что она для меня очень какая-то простенькая незамысловатая но девчонки так и ухвалили я не удержалась девочки купила в общем по итогу по качеству меня претензий нет но она довольно скромненькая девочка она скромненькая и для меня не интересная да возможно она меня приучит делать какие-то неброские повседневные макияжи макияже получается выразительными но они очень спокойные поэтому если вы любите цвета или если у вас есть ретроградный меркурий скорее всего это палетка вам не нужно здесь и вам нравится реально очень нравится холодные оттенки нравится ретроград скорее всего этого не зайдет красиво здесь есть пристяжки все рабочие все круто матовые здесь для затемнения лучше работать чем в ретроградном меркурии не знаю не стала она моей любимицы хотя конечно буду ей пользоваться что-то вот приятненькое здесь все есть как-то понимаете я ждала большего я ждала большего потому что все обзоры все прям вау это так круто это так классно я думаю это будет хотя бы голубенький какой-то оттенок холодный по итогу этого такой темненький гранжевый оттенок который больше подойдет все-таки девчонкам потемнее на мне он не очень выигрышно смотрится как-то вот так следующее тоже меня разочаровала покупая сайт анати на хотела получить свой любимый хайлайтер садзи тоун в оттенке но по итогам не прислали golden lights по текстуре он крутой возможно девочки просто кому-то нравятся такие желтенький такой переливчик я тогда советую именно этот оттенок он по текстуре очень хорош он ничего не подчеркивает он действительно красиво ложится влажным таким эффектом он хорошо заполировывается вы будете с ним выглядеть очень красиво на девочки не просто не подошел оттенок знаете когда ты вот ждешь вот ждешь 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 те приходит но совсем не то это все я знаю нет начать спину клюнула и в общем разочаровал меня этот хайлайтер по оттенку потому что я такой не люблю но кого интересует именно такое что-то тепленькое золото приглядитесь потому что текстура крутая а хайлайтер который мне очень понравился кстати я думал что он мне не понравится потому что я читала обзоры там девчонки говорили что может и тональник поддувать и как-то плохо ложится для живенько у меня пока что на данном этапе ни одну тональную основу он не поддул он не снял держится он хорошо консистенция очень приятная у него дает эффект влажная холеной ухоженной кожи я как-то знаете как-то очень хорошо ощущая себя с ним я вот деле сдерживаю себя чтобы еще один не купить таком же оттенке потому что я почему-то вот как что-то мне начинает нравиться и его потом вот покупаете все я найти не могу это меня расстраивает конечно девочки очень ну что поделаешь другой стороны если что-то забрали значит что-то дадут правильно девочки потому что вот запомните если у вас в жизни что-то не получается это значит что на вашем пути скоро появится что-то очень очень хороший потому что горе зачастую она себя долго ждать не заставляет она приходит очень быстро поверьте поэтому если что-то вот не получается это круто наслаждайтесь скоро у вас все будет очень и очень хорошо вот палетка которую я купила ради того чтобы сделать вот так и собственно да она удовлетворила мои потребность это все действительно так себе стучит хорошанечко но палетка мне не понравилось тоже ее очень хвалили цветовая раскладка красивая плюс у меня не было зеркало она отпала хорошо что хоть не разбилась на блестяшки неплохие что касается матовых они пришивые особенно это видно на фото когда вы вот красите с ручьбы как ты красивая но потом когда видишь вот на видео до смотришь или на фотках почему цветы как леоперт ты вся в пятнах ты вся некрасивая почему так получается я не знаю скорее всего здесь мало пигмента и их нужно набивать наш какую-то подложку да но не каждая будет этим заниматься это надо прям понимаете быть таким вот трудоколиком это нужно быть таким любителем чтобы вот им нужно иметь много времени чтобы это сидеть и набивать не всегда у меня есть это время палетка лежит у меня пролеживать но иногда я его так делаю особенно когда я очень злюсь вот она у меня собственно для этих целей палетки которые меня тоже очень порадовали с одной стороны с другой стороны огорчили они очень красивая вот это вот что-то очень нереально красивая миленькая это это метануки шиншилла тоже все давно уже испробовали я как-то вот купила и они действительно нереально крутые на девочки не тускнеет я еще не видела чтобы тени даже в дешевом сегменте чтобы тени насколько тускнели если учесть их цену чтобы вы понимали тускнеет матовые понимаете съедается оттенок практически на нет тем дольше выходите с этим оттенком это при этом что я накладывала на базу возможно я подобрала не эту базу но девочки они очень дорогие чтобы я еще и базу им подбирала понимаете ладно уж дешевые тени ладно я подберу я помучаюсь но здесь же извини меня это дорого улучшайте качество или понижайте цену знаете но я бы еще согласилась если вы в палетке были только вот эти вот незабываемые красивые полувальные оттенки вот эти как спарк сияшки вот эти вот красивейшие тогда да тогда бы претензий не было я бы терпела но такие матовые это уже чересчур хотя они хороши в работе вот если на 3-4 часа да они продержатся дальше девочки вы будете пятнистой не хочется сказать коровой но но пятнистый понимаете вот это очень меня разочаровалась и честно не ожидала такого подвоха такая же вот проблемка и у рыбки опять же цветовое наполнение просто суперское это все красиво это все дорого когда наносишь ты получаешь просто какое-то наслаждение неземное но когда через пару часов смотришь на себя в зеркало ты понимаешь что ты уже далеко не золушка а тыква вот как-то так но все равно вот я рассказывала рассказывала но поэтому хочу сказать что палетки мне эти понравились я готова терпеть вот это вот дело что они этим занимается я просто решила для себя что эти палетки вот просто их время это три часа три часа ты будешь красивая все если я хочу на что-то вот дольше рассчитывать я беру не эти палетки вот и все что касается сияшек я влюбилась я просто влюблена в эти сияшки красивая красивая не очень в этом году я также попробовала мак считаю это удачной покупкой но очень дорогой вот с одной стороны они меня порадовали с другой стороны очень огорчили мой любимый оттенок это четыреста тринадцатый let them eat cake девчонки считаю что у каждой наверное из нас должна быть какая-то дорогая помада чтобы было с чем сравнить от чего плясать чтобы понять какая текстура вам нравится эта текстура как масло действительно она очень маслянистая хорошо распределяется по губкам ничего вам там не подчеркивает никакие шелушения считаю эту помадку беспроблемно единственная конечно она не стойкая вы должны на это тоже рассчитывать претензий к ней никаких нет вопрос только почему так дорого возможно потому что это бренд это мак но понравились они мне конечно безумно понравились но наверное на троих оттенках я остановлюсь потому что в одной текстуре мне кажется три оттенка будет достаточно и наверное это будет последняя покупка которая меня только порадовала но я очень боялась делать эту покупку я насмотрелась англоязычных ютуберов и они говорили что эта палетка она хуже чем остальные они говорили что много похожих оттенков что есть провальные оттенки ну как вы догадались вообще о чем речь да это будем 1 от анастасии горли хилл с коллаборацией с норвиной палетка по итогу для меня оказалась шикарной я боялась ее открывать честно она у меня день лежала я не подходила и насколько боялась что я разочаруюсь это мои любимые оттенки именно фиолетовые я бы сказала все таки что это не фиолетовая а пурпурная палетка но когда вы добавляете вот эти вот синие это действительно получается холодные красивые фиолетовые оттенки макияжи просто суперские получается пигментации здесь хорошие тени беспроблемные отлично тушуется не нужна даже никакая подложка тени не исчезает в общем палетка просто класс не все палетки воду мы нравятся я только не пробовала третью мне не нравятся оттенки которые там находятся хотя я не исключаю что и третью я тоже куплю нравятся они мне вот если девочки вы любите такую цветовую растяжку покупайте я думаю вы не пожалеете порядка хорошо немножко вот эти вот они действительно такие странненькие но если брать как вот этот вот очень тускнеет не собирать как тускнеет матовая утонта ну-ка этот еще и не чёток парнишка так что смотреть конечно вам но я палеточкой довольна очень даже довольна она она для меня наверное самое большое открытие и самое большое удовлетворение она мне принесла и наверное joy space тоже я там просто восторге была визжала и мне очень понравилось ну девочки да как-то это наверное все что меня порадовало и что меня огорчило этой осенью считаю все таки что для меня осень это было удачно эти покупки не согревают как-то душу я не знаю кто сказал что осень может стать теплее летом когда душа в любовь одета это действительно так скоро у нас девочки наступает уже зима я желаю вам чтобы эта зима для вас была полна каких-то ярких теплых красок горячих поцелуев какой-то вот нереальной сказки и конечно же большой взаимной любви всем пока и до новых встреч и встретимся мы конечно же в новых видео пока пока